Здравствуйте, уважаемые зрители. Я хочу сейчас записать такое короткое видео из Анапы. Здравствуйте, мы что-то оказались. Мы уже ходим здесь с пяти утра. Посмотрите, какая здесь обстановка. Это видео может быть пойдет на Дзен. Я даже не знаю, но может быть и на видео выложу. Я сейчас хочу на Дзен. Ух, какое ветрище здесь задувать. Я не знаю, он с утра был, по-моему, поменьше. Прямо сейчас очень хорошо дует. У самого моря в Анапе сейчас более-менее, как бы вам объяснить, вот здесь вот ветерок задувает, да, в море. Море само 25 градусов. А вот там вот чуть-чуть потеплее, где у нас лежачки, там меньше ветра. Все-таки городская застройка и вот эти дюны, вот там вот они есть, вы можете посмотреть их. Я показываю так подробно в видео в первом, как я здесь с металлоискателем ходил. Я нашел целую сумку гвоздей. Это просто жесть. Это... Будьте аккуратны, конечно. Вот где трактор чистит, здесь мало очень. То есть, в принципе, безопасный пляж. А вот где лежачки, друзья, нужно быть аккуратным. Вот сейчас вот посмотрите, кстати, разбираются вот эти все навесики и так далее. И очень много, видимо, падает саморезов. Старые гвозди, еще, может быть, с советских времен, они такие ржавые, ржавые уже. Вот. А так здесь, конечно, красота в Анапе. Мне вообще понравился этот пляж. Он называется Золотой пляж. Здесь даже собачками у нас люди гуляют. Смотрите, какая красота, да? Даже собаки плавают. Видимо, есть. Тоже посмотрите. Вот. У нас голубийская вода чуть-чуть потеплее. Все-таки там 21,5 градусов. И тоже будет жара. Но у нас в чем проблема? У нас сегодня волны. Вот если в Анапе можно так вот посмотреть, волны такие небольшие, я даже вообще не понимаю, почему. Сегодня у нас, получается, ветер-то как северо-восточный, что ли. Но все равно волны есть. Это вот удивляет. Люди купаются. В принципе, к водичке вот такой, когда привыкаешь, на самом деле, даже не замечаешь. Вот из воды даже выходить не хочется. Скоро у нас, кстати, в Голубийской такая же вода будет. И если ветер не стихнет, вот это будет проблема настоящая. Может быть, в Анапе была бы вода и потеплее. Может быть, вот как бы из глубины. Вот видите, волны сюда сейчас идут. Возможно, из глубины эту воду поднимает холодную. Но я тут как бы не специалист. Я ничего не могу сказать. Я смотрю только тоже местных блогеров. Анапчане, если вот вы хотите, я всегда вот не устану повторять, если вы хотите конкретно такую правдивую информацию про Анапу, про погоду, узнать. Вот лучше всего, конечно, Анапчане. Они реально, вот я им доверяю вообще. Ну, потому что все совпадает. Вот то, что я сам знаю, да, вот как бы там по опыту своему и так далее. И вот Анапчане выдают все верно. Они вот часто вот и здесь прогуливаются по пляжам и так далее. Очень много интересной информации. Вот кто любит у нас Анапу, вот у них можно подчеркнуть, прямо грамотные люди. Конечно, приятно даже у них видео вот эти смотреть. Даже в прямом эфире они ходят, рассказывают. Надо, кстати, узнать, может быть, у меня здесь получится так вот летом приехать. Но у меня связь почему-то плохо ловит. Я вот даже МТС сейчас, да, я не мог короткий шорт загрузить. Я не понимаю, почему это, но плоховато. А так, конечно, здесь очень хорошо. Лежачки. Вот там вот есть, кто ветра боится, вот можно на дюны подняться. Вот, посмотрите, там деревья. И спрятаться. Ветерок, да, если честно, сильный. Прямо вот видите, здесь такие песчаные бури у нас. Ну, может быть, на камеру будет видно, я не знаю. Прямо так задувает неплохо. Вот он как раз со стороны Голубицкой у нас и поддувает. Но так же, как и в Голубицке, есть возможности. Я почему и говорю, это не проблема. Люди, которые вот такие по закалению, они вот видите, им вообще все равно. Они вот купаются вообще. Здесь один человек такой интересный. Вот с ним, кстати, собаки купаются вот эти местные. Они его, видимо, знают. Я здесь ходил, наверное, часа полтора с этим, с металлоискателем. Вот. И он все это время вообще не выходил из воды. Я вообще не понимаю, как у него это получается. Вот я, по-моему, его даже сейчас вижу. Там вот в море он стоит. Но я боюсь ошибиться. Тут далековато большое расстояние. Как? Может быть, он настоящий морж или он там чувствует? У меня ноги, я походил по воде. Если честно, в воду не окунался, а у меня замерзли ноги. Вот до сих пор, как вы знаете, когда в холодную, в ледяную воду ты встаешь, потом они начинают поднывать немножко. Смотрите, какие красивые фотографии делают. Вот там вот у нас чайки белые. Женщина ходит там, фотографирует. Смотрите, смотрите, да? Ну, такие нехитрые развлечения у нас. Отдыхающие. Кто чем может, так занимаются. Постоянные какие-то фотосы, все видите, да? Все вот так вот это происходит. Интересно. Сейчас мы посмотрим, кстати, посмотрим, дедушка тот или не тот. Я, в общем, посмотреть, неужели он такой закаленный, что вообще из воды не выходит, я не понимаю. У меня реально вот такой вот от ледяной воды такой. Может быть, просто ветер. Ну, в общем, я не могу это объяснить. Здесь уже на солнце оно достаточно сильно припекает. Может быть, по этой причине. Такой перепад температур получается. Я потому что утром приехал сюда ранним. У меня была майка, рубашка. Вот. А сейчас уже жарко. Я уже рубашечку снял. Майку пока нет желания особого снимать. Не советую. Как бы так холодит. Вот чуть-чуть я отошел от моря даже, да? Примерно вот сколько тут метров, наверное, 15. И уже хорошо. Уже хорошо. Потеплее так становится. Все-таки, да, от моря идет. У нас здесь еще в Анапе много открытых ларьков. Можно кое-где перекусить, выпить, кому нравится. И еще вот там вот теплоходик работает. Но, как ребята сказали, там уже последние дни. Поэтому, кто хочет вот здесь покататься, видно уже как бы сезон заканчивается. Я не знаю, с чем это связано. Они уже завершают свою работу. Сегодня из Голубийской однозначно в Анапу. Кто не любит ветер, хотя у нас в Голубийской людей уже практически нет. Я снимал видео. Там последние-последние такие люди. И что интересно, наши зрители. Я вчера целый день, у меня был день встреч. Мало того, что мы по договоренности встречались. Ко мне люди домой приезжали. Спасибо вам. Тут Итошке привезли конфетки. Вот мы так поговорили. Семья интересная очень. Потом я ходил так. В гости к людям. Потом я встречал на пляже. Это вообще удивительно. Я реально говорю, что в Голубийской сейчас одни наши зрители находятся. И причем они приехали вот благодаря действительно каналу. Кто-то, конечно, уже несколько лет подряд. Но очень многие открыли здесь Голубийскую. Вот эти видео на самом деле полезны. А даже сейчас, вот сентябрь. Все, чем дальше от берега отходишь, тем теплее. Прямо, знаете, вот ветерок пропадает. Прямо очень хорошо. Но здесь у нас еще дюна закрывает. В общем, красота. Я вот сейчас однозначно она посоветую. Обычно я летом говорю, что из-за этой камки она вот прямо здесь иногда бывает кучами. Вот видите, сейчас пляж чистенький такой хороший, да? А летом бывает прямо она лежит здесь, вот с этими мухами. Короче, запах стоит. В общем, ну, отвратительно. А сейчас просто благодать. И невероятная благодать. Пляжики чистые. Я лично сам проверил, да? Вот с этим металлоискателем. Вот именно где трактор ездит, я вообще не понимаю. Ну, как-то он мусор этот убирает, видимо. Не понимаю, как работает. Но вот здесь, в этой полосе, чисто. Вот. А вот именно если к берегу подойти, там, конечно, мусора много. Вот. Тут как бы и пробки, и, ну, разное такое. Но тоже нормально. Видно, может, администрация все-таки как-то порядок здесь стала наводить. Раньше, когда мы приезжали, ну, а может быть и сезон закончился, знаете. Все-таки вот эти трактора проезжают, чисят берег. И людей гораздо меньше стало. Если бы вот мы летом сюда попали, тут бы уже пляж был бы забит полностью. Люди бы стояли бы стоя. Вот. Так вот, конечно, почище сейчас. Правильно говорят. Чисто там, где люди не мусорят, да? Или некому мусорить. Тоже такое совпадение. И вот что самое хорошее, вот обратите внимание, вот этой гамки вообще нет. Просто нет. Это невероятно хорошо. Может быть, кому-то это плохо, потому что люди, некоторые, лечатся этой гамки. Но мне, например, хорошо. Я вот постоянно, как родственников, сюда привозил, приходилось разворачиваться, ехать, выезжать. Потому что, ну, неприятно. А сейчас я с удовольствием привезу. Потому что здесь у нас еще и заведения разные, работают бары. Все такое. Кстати, наверное, я это видео пораньше выпущу. Это я снимаю. Качество не очень будет. У старого телефона у меня тоже разведился. Я записывал очень большое видео. Как раз я делал обзор вот этих мест. Да. Давайте так. Я это видео раньше выпущу. Просто я хочу, чтобы мало ли кто у нас рядом здесь отдыхает, посмотрели, куда еще можно приехать. Вот у нас, кстати, в Сеном вода потеплее. Я тоже показывал. Только что. И у нас зрители туда собираются поехать. Потому что там тоже ветра нет. Вернее, он есть, но волн нет. Вот. И как бы там есть тоже тихие места, где можно загорать. Вот. Отошел немножко в тихое место и все. И ты кайфуешь. Солнышко-то у нас уже все. Скоро закончится. Хотя на юге оно и зимой припекает. Есть у нас такие любители, знаете, тоже вот такие места находят. Тихие. И загорают. Круглый год практически. Да. Просто удивительное место. Мне, конечно, очень понравилось. Больше всего очень мне нравится, что нету, знаете, вот такой массы людей. Когда не встать, не лечь. Все забито. Ну, вот это я не люблю. Хочешь такого спокойного отдыха. Семейного. Вот видите, как люди тогда своими семьями встают. Никому не мешаешь. Хорошо. Никто тебе не мешает. В общем, обстановка реально благоприятная. Красота, просто красота. Даже я вот сегодня доволен, что здесь оказался. Просто замечательно. Ладно, это видео будет короткое. Постараюсь его выложить прямо сегодня. Но следите все равно за погодой. Бывает такое, что кто-то издалека едет. Вот. Мне доверять нельзя, как гидами центру. Вы сами понимаете, да? Я-то показываю погоду вот как бы онлайн. Онлайн-режим, так вот, практически, да? Вот. Именно в данном месте, в данное время. Возят у нас еще... Это что у нас такое? Мороженое, похоже. Да. Ну, чуть попозже, я думаю, что там в 12, оно пригодится точно. Тут будет очень жарко. Все, всем удачи, счастья. До свидания. Посмотрим еще, что в Голубиске сегодня будет происходить. Может, ветер стихнет, и у нас то же самое будет.